ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так сейчас выглядит обстановка у кропуса. На машине к залу не проехать. Километровые пробки. Все встали, поэтому я ехал из центра. Мне пришлось выйти и пройти просто по эстакаде. До сих пор вертолеты пытаются выдержать пожар. То есть несколько вертолетов взлетают. До сих пор дым. Уже подъезжая к кропусу, чувствуется запах гари. Людей пытаются оттеснить подальше от концертного зала. Вот сейчас попробуем подойти по и так максимально близко, как это возможно. Что-то очень интересное сейчас происходит. Нас отодвинули еще на несколько лет. Дождали и стали отодвигать еще и еще дальше за парком. Вот мы видим, сколько подъезжает машин спецтехники. Пожарные, другие службы. Можно посмотреть все в этих огоньках. Все оцепили. Это все стоят. Просто очередь из журналистов, фотографов, которых не пускают дальше. Вот все происходит там. Мы все стоим сейчас на мосту. Иногда мост так потряхивает от каких-то толчков. Непонятно, что это. Но ощущение так сильно. Это парковка возле Крокус Сити Холм, куда никого не пускают. И очевидно, после сообщения о том, что на парковке находится заминированная машина, сейчас спецслужбы там с собаками работают. Вот мы видим, например, мужчина поднялся снизу, где собственно вскорствует с этих толк. Сразу сотрудник ОМОНа его опыскивает. Тут медэксперт есть здесь? Да. Здорово, здраво. Тем временем крайне странная ситуация произошла. Мужчина вышел на проезжую часть. Не послушался ни сотрудников ДПС, ни ОМОН. Оказалось, что у него в рюкзаке маленький топорик, как он выразился, для самозащиты от террористов. В контейнере какие-то еще таблетки. Сразу его поставили на колени, все изъяли. И вот он сейчас стоит и объясняется с сотрудниками спецслужб. И следом тоже странная ситуация. Мужчина решил прорваться через сотрудников ОМОН, растолкал всех журналистов, явно не трезвый. Но у него ничего не получилось. Телефон убирается, не надо нам ничего показывать. Большой вопрос, как можно отсюда уехать, потому что такси не вызывается, все отцеплено. Приходится стоять вот так вот, практически на проезжей части. Субтитры создавал DimaTorzok